Белое небо Подольска встречает нас! Здравствуйте, друзья! КХЛТВ предлагает провести вам этот вечер, воскресный вечер, за просмотром хоккея. Местный Витязь принимает Минская Динамо. Лишь взглядом проводил валер шайбы. Ну и у Макеева не получается обработка. А это ошибка! Швец-роговой уже мог счет в этом матче открывать, но не дрогнул Михаил Корнаухов. С броском Макеева было справиться проще. А вот смотрите, что было до того. Это Марк Андре Граньяни. Понятно, что нашло на опыту нового канада. Как можно было вообще такую передачу в своей зоне делать? Голоков. Шайба выходит из зоны. Вот здесь идет борьба за позицию. Не оттянет! Корнаухов. И здесь шайба пролетает мимо всех. Довольно событийная. Есть о чем рассказывать, есть что показывать. Еветка в последний момент клюшку вставил. Вот видите, успевает подбить немножко. Соперники. Ну и в основном вот в этом плане преуспевают хозяева. Косицы. Паре. Неплохо. И здорово дальше как играет Еременко. Ну вот смотрите. Паре. Еременко. И пошла передача на дальнюю штангу. Здорово сыграно. Не подстроился Ковыршик. Ну Гранья не на секунду ситуацию не отпускал. Шор. Шор. Еременко. Пространства не хватило. В очередной раз в атаке. Ага. У нас обстановка накаляет. Пошли вот эти все толчки, зуботычины. И вот сейчас уже ждем окончательного вердинта. Вот смотрите. Ежов накрывает шайбу, а трюшер молотит по обудлице. Вот смотрите. Третье большинство вот в этом втором периоде у «Витязи». И это при том, что при игре в равных составах мы предпочтительнее. Менчане. Менчане играют с огнем. Может плачевно все это закончится, но вот собственно об этом я и говорил. 1-0. Артем Швецроговой. 1-0. Витязь. А вот у «Витязи» контратака не оттенее. Но трудно было, конечно, вот этот вот отскок поймать и Алтанино. Что-то менчане-то устроили сейчас. Алтанин, бросок, гол! Просто бросили своего ротаря Корнаухова на растерзание. Вот смотрите. Не Алтанин, бросок, плотный бросок. Шайба отлетает в угол. Принц вроде бы шайбу выводит, но это в том-то и дело вроде бы. А два партнера вообще не смотрят на площадку, а уходит меняться. Это Готовец и Степанов. Принц! Принц! Едва не завернул. Да, Минская «Динамо» играет на нервах своих болельщиков, собственно, и на своих собственных вот в этом третьем периоде. Все разбазарили, что было нажито непосильным трудом. Да, это вот все очень мучительно выглядит. Для Минска эти мучения заканчиваются. Давайте еще раз заценим. Ну, красавец! Чего выбрасывал таким образом, чтобы там никто из «Динамо» уже до этой шайбы не дотянулся. Ну, вы слышите, да, как публика встречает эту победу «Витязи». Молодцы, молодцы. Действительно молодцы. Здорово распределили силы на всю встречу. Равный первый период. Второй прошел с достаточно весовым территориальным и игровым преимуществом Минского «Динамо». 3-0. Илья Ежов – лучший игрок матча в составе «Витязи». Абсолютно справедливо. Ведь выручал в трудный момент, не бросил команду в беде. Так и нужно!